Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. New life is my life. И как вы уже догадались по названию видео, сегодня я хочу вам рассказать про те штрафы, которые я умудрился таки схватить за пять лет катания по дорогам Америки. Значит, первый штраф я получил где-то на первом году жизни, так сказать. Я, когда ехал с работы, заскочил в полосу, в платную полосу, экспресс-лейн она называется. И, в общем-то, опять же, все произошло по неопытности. По неопытности я в нее влетел и по неопытности очень быстренько испугавшись выскочил. И поэтому получил штраф. Уже потом, понимая, как вся эта схема работает, я понял, что я бы мог по этой полосе проехать определенный отрезок расстояния. И если бы я выехал в положенном месте, мне бы посчиталось просто... Мое действие бы было посчитано, как я проехал по платной полосе. Раз у меня нет транспордера, который... Это такая штука, которая обменивается информацией с теми штуками, которые стоят над головой. В общем, это приемосчитывающее устройство, благодаря которому вы оплачиваете проезд по платной полосе. Так вот, если бы я тогда без этой штуки своей проехал по полосе, мне бы просто выставили счет, я бы его оплатил, и он бы был гораздо меньше, чем штраф. Наверное, так, ну, в районе, может быть, там, 5 долларов, может быть, даже меньше. Вот. Но в связи с тем, что я не знал и накосячил, то штраф получился где-то 50 или 70 долларов. Вот. Второй штраф был за стоянку в неположенном месте или, вернее, скажем правильно, за долгую стоянку, наверное, которая ограничена определенным временем, которая разрешает постоять там, порядка 10-20 минут. Это было, когда я поставил машину около почты, и мне надо было совсем не на почту. Я куда-то пошел, делал свои дела, меня не было около двух часов. И когда я пришел, под дворником торчал кветочек, как... В этом была написана сумма штрафа. Там артикль по какому, по какой статье и прочие дела. Штраф тоже получился, по-моему, там 50 долларов тогда было. 75. 75 долларов. В общем, в чем была фишка? Потом я тоже в этом разобрался. Оказывается, я стоял около почты, а там можно ставить машину только на определенное время. И что делают вот эти вот офицеры, которые занимаются парковками? Они проходят вдоль машин, мелком ставят на колесе меточку и через некоторое время опять обходят парковку. Если они видят, что машина не сдвинулась с местом, метко в том же месте, все, они красиво выписывают чек, и ты можешь продолжать себе, так сказать, стоять за свои деньги дальше. Вот. Третий штраф случился, когда мы ездили в Лонг-Бич первый раз делать с нашей Катаринке операцию на ногтике. Мы уже тогда ее сделали, возвращались домой. Понятно, что мы были в каких-то взволнованных, встревоженных чувствах, там что-то в голове крутилось, смутилось. И, в общем, я стал на светофор, вот как сейчас, прямо на красный. Я стоял первый в линии, слева от меня стояли машины, которые должны ехать на зеленую стрелку. И, в общем, как-то вот, находясь в каком-то непонятном состоянии, когда загорелась зеленая стрелка машинам налево, я ровненько стартанул перед теми, которые должны были поехать мне навстречу направо. Откуда взялся полицейский в тот момент, в общем, мы... Без понятия. То есть, либо он стоял за нами прямо, либо он стоял в нашем направлении движения, либо где-то справа-слева. Ну, как бы мы его не видели, мы только пересекли дорогу, я уже понимал, что я поехал на красный, и тут же я уже увидел мигалки сзади. Вот, полицейский подошел, взял мои документы, сходил в машину. Он мои еще документы продал. И твои проверил? Я уже не помню. И спрашивал, кто в машине ел. А, да, попросил открыть стекла, да, увидел дочу, все туда-сюда, все это спросил. И, в общем, вернулся уже с распечатанным квиточком. Я вот не помню, там была сумма штрафа или нет. Там было написано, что ждите письмо? Что нужно ожидать письмо, и когда пришло через какое-то время письмо, то уже была сумма штрафа. 500 долларов. Да. В общем, штраф был на 500 долларов. И предложение каицы. Или сходить в суд. Можно пойти в суд, спаривать, но как нам было идти в суд, если мы сами понимали? Не, понятно. Ну, в письме было написано, что сходить в суд, если вы там, ну, хотите поспорить. Но нам спорить не с чем было. Это был чисто мой косяк, моя вина, и все было правильно и неправильно. Зачем нам идти? Хотя... Некоторые ходят и спорят. Были, нет, даже в нашей ситуации, когда мы рассказывали нашу ситуацию, человек, который занимается переводами в судах, она переводчик, она посоветовала, идите, говорит, ничего не бойтесь, а вдруг они не придут, типа там туда-сюда. Ну, мы как бы понимаем, что мы виноваты, чего мы куда пойдем-то. На суд, как бы, должен явиться офицер полиции, который выписал вам этот квиточек, вот. А опять же, как рассказывал наш друг, это такая практика, что, ну, тяжело, в общем, не сильно много штрафов выписывают, и это очень обременяет полицейских ходить на эти суды. Поэтому, как бы, нам советовали в связи с этим сходить, а вдруг проканает. Ну, мы решили оплатить, оплатить просто штраф, и друг посоветовал пройти либо онлайн-школу, либо школу в DMV. Когда проходишь эту школу, значит, штраф не идет к тебе на рекорд. То есть, нигде не будет видно, что ты сделал какое-то нарушение. Чем это хорошо? Тем, что, если страховая компания видит, что ты где-то сделал какое-то нарушение, тебе за это поднимают страховку. Ну, вернее, не за это, а в связи с этим. Вот. И поэтому, это, так сказать, один из моментов. Второй момент, опять же, твой рекорд могут проверить при устройстве, трудоустройстве на работу, если ты там будешь устраиваться водителем или еще куда-то. Ну, в общем, лучше, чтобы этой записи не было. Поэтому он говорит, сделай эту школу, и все будет хорошо. Ну, я выбрал вариант онлайн-школы. Она, по-моему, стоила 19,99 или 29,99. Это, скажем, такая была небольшая брошюрка. Я ее прочитал, поотвечал на вопросы. Пришел ответ по электронной почте, что спасибо, вы все прошли, все хорошо. И, собственно, эта запись мне на рекорд не пошла, что тоже очень хорошо. Единственное, конечно, что я попал на страх 500 долларов. Вот. Сейчас я заберу Маришку с Сашкой, и мы двинемся дальше. Привет, Сашулька. Привет, папа. Хочу вам. Хорошо. У меня тоже окрично больше хорошего. Молодец. Не замерз? Мне в ноги было. Елки-палки. Так, а что ж тебе на ноги? Мне в ноги, где в штанах. А, это хорошо тогда. Зайка, а сколько школа стоила? 29 или 19? Не помню? 29. Ну, в общем, наверное, 29. Вот так вот закончилась история с тем штрафом. И еще один раз меня останавливали полицейские, когда я ехал, и на знаке стоп полностью не остановился. Вот. То есть на знаках стоп надо останавливаться таким образом, чтобы остановились колеса, полностью остановилась машина, а не просто так вот качнулась, как будто вы тыц, в тормоз, качнулись и поехали дальше. Давай. У нас одна девочка, что раз давать на права, и вот наш профессор учила, что нужно на знаке стопа остановиться и проговориться, ну, на английском, 1 тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи, и только потом ехать дальше. Вот вы видите знак стоп, я должен остановиться на нем. И проговорить мысленно про себя. 1 тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи. И поехали. И тогда все хорошо. Вот. И обязательно надо стать так, чтобы вы не пересекли линию стоп. То есть надо стать перед линией, желательно где-то в 3 метрах от нее. Вот. А я ехал, дорога была абсолютно свободная, ни в моем направлении, ни в другом направлении. Я подъехал к знаку стоп, тнул в педаль, машина чуть-чуть скачнулась, и все, я поехал дальше. И тут же ко мне тоже подъехала полицейская машина. Сказали, что я не остановился на стоп. Вот. Ну, я извинился, сказал, что типа моя ошибка. Мне сказали, что это очень важно останавливаться, потому что пешеходы, потому что движение, перекресток и прочее. Вот. И сказали, чтобы я больше так не делал. Ну, и вообще в Америке все дорожные знаки, скажем так, заточены на предупреждение. Вот. Никто не сидит в засаде с радаром. Очень мало где стоят радары фото-видео фиксации. А обычно стоят знаки такие предупреждающие. То есть вот стоит знак Speed Limit 30 миль в час. И все, ты знаешь, что... Надо ехать 30 миль в час. Следующий знак, вот написано, правая полоса должна повернуть. Все, значит, только с правой полосы надо поворачивать. А можно я тоже что-то скажу? Я, конечно, не водитель. Но я, Буро, единственным пешеходом несколько лет в нашем городе. И поэтому для меня, что было удивительно, водители очень отличаются от белорусских. Если в Белоруссии водительные пешеходы не обращают внимания, то здесь, когда я на нерегулированном перекрестке переходила дорогу, начиналась. Идите! Я стою, махаю, проезжай ты! Уже сзади несколько машин за ним показывают. Ну, идите! Ай, мне так неудобно, что останавливается поток машин. Я говорю, едьте. Но они же будут чуть ли уже не с машины выходить и говорить, проходите, пожалуйста. Мне это все время было очень удивительно. Ну, в общем, такое есть. И даже если машина выйдет на... Немножко как бы на пешеходный переход заедет, что будет препятствовать вашему проходу. Она даже сдаст назад, чтобы вы могли беспрепятственно пройти. Вот. Ну и, собственно, теперь переходим к тому, что случилось вчера. Я думаю, что они просто больше обращают внимание. То есть, в Биаруси они просто пьют. Если они какой-то штраф получат, им будет просто призраться. А здесь не хотят штраф платить. Или, может, потому что... А может, воспитанник? Ну и, в общем, что получилось вчера. Вчера я попал на знак... Не на знак, вернее, а на светофор, на котором установлена фото-видео фиксация. И меня сфотографировали. Сейчас я вам вставлю кусочек. Вы посмотрите. Вчера... Вчера. 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 А теперь этот кусочек я поставлю на замедленном, чтобы было вообще видно. То есть получается, чтобы хорошо рассмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получается, первый раз меня камера сфотографировала, еще когда я двигался в направлении, скажем так, светофора, подъезжал к пешеходному переходу. Потом я останавливаюсь, мои колеса останавливаются, конечно, за линией. Я где-то процентов на 30 заехал на пешеходный переход. И потом случается второй снимок. Ну, в общем, я, конечно, блин, накабанел от этого всего удовольствия. Быстренько осмотрелся по сторонам и увидел, что, в общем-то, как бы фотографировали меня, а не кого-то. Ну и вот в такую ситуацию я попал первый раз, как бы. Сейчас, получается, сделать я ничего не могу, как только подождать результатов этой фотосъемки. То есть я надеюсь, что никакое письмо мне не придет. Мне кажется, что, скорее всего, меня первый раз сфотографировали, потому что, ну, может быть, определили мою скорость как очень быстрая для остановки и намерение проехать через перекресток. И потом был второй снимок, который, видимо, должен был меня уже застать прямо на перекрестке. Но получилось, что я стою. Вот поэтому, если кто-то может дать какой-то совет, кто живет в Америке больше нас или был в данных ситуациях, или у него знакомые попадали, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот. А я, что можете посоветовать, а я буду ждать этого письма и надеюсь, что оно не придет, и через неделю сообщу вам, что все хорошо. Вот. Я отправил эту видеозапись своему другу, но он ее еще не успел посмотреть. Он, видимо, на смене на своей. Когда он на смене, он посмотреть не может. Вот. Я думаю, что сегодня-завтра он мне ответит, что он думает по этому поводу. Вот такой вот автомобильный влог. Про штрафы немножко, немножко про дороги и немножко про фото-видео фиксацию. На самом деле, таких камер абсолютно немного. И первое время, когда мы только приехали, я у своего знакомого спрашивал и советовался. Говорю, а как тут со скоростью и прочее, прочее. Он мне сказал, нет, не знаю, не видел, как говорится. Вот. А я ему говорил, что в Беларуси они повсеместно стоят. И опять же, что я еще хочу рассказать, что полицейские с радарами в засадах не сидят. За все время, что мы ездим по дорогам Америки, за пять лет, мы только, вернее не мы, а скажем я, Маринка, наверное, даже и не видела. Я видела один раз. Один раз, да? И, ну, значит, вот, а я всего три раза видел. Значит, два раза я и один раз вместе. Видели полицейских, которые были, ну, в засаде это будет в кавычках сказано, потому что, в общем-то, они не прятались. Они стоят прямо сразу за пешеходной дорожкой. Это был мотоциклист? Вот и я видел двух мотоциклистов. То есть, даже не на полицейской машине, а просто на мотоцикле. Ну, у нас очень много мотоциклистов полицейских. Вот. Он стоит с радаром, его достаточно хорошо видно со всех сторон. Ну, три раза за пять лет. Это не три раза за то время, пока доедешь, грубо говоря, с метро Могилевской до Червеня. Червеня. Вот. Как бы тут очень лояльно относятся к скорости. Все водители достаточно соблюдают правила. А что касается движения по фривею, то даже там, где стоит знак 65 миль в час, это порядка 100 километров, то, в общем-то, когда идет поток машин, то машины будут ехать и 80, и 90 миль в час. И тут же рядом их будет обгонять полицейская машина или, наоборот, ты будешь обгонять полицейскую машину на этой скорости, никто тебя останавливать не будет, если ты едешь в потоке, едешь аккуратно, не нарушаешь правила потока и не создаешь опасную ситуацию. Вот. То есть полицейская машина в Америке на дороге, это такой же участник движения, ее можно обгонять не бояться, что тебя вдруг сразу вслед остановят и скажут, как это ты нас обогнал, покажи аптечку. То есть с этим никаких проблем нет. Ну, это был, конечно, очень сжатый такой влог, я в нем, в принципе, хотел рассказать про свои штрафы, рассказать, каких размеров они бывают, и поделиться тем, что я успел сфотографироваться и спросить у вас совет, чего делать в данной ситуации. Вы были на канале Наша Жизнь в Америке, Нью Лайф, it's my life. Обязательно подписывайтесь, кто здесь первый раз. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И до встречи на просторах Ютуба. Бай-бай. Пока-пока. Пока. И будьте хорошими, а не плохими, как Байя. С некоторыми. Ну, родица. Такие пьют очень много англорей, потом делают супер странные вещи. Сашка, ну ты такой интересный у нас. Просто алкоголь делать с людьми странные. Так что не пейте алкоголь. Или как-то смотрелся. Саша, а где ты про алкоголь насмотрелся? Просто знаешь? Мама. А? Мама. Мама. Мне это значит, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok